Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Ихарьша Стидко. И мы продолжаем тему того, что называется Microsoft Azure Stack. Сейчас мы посмотрим, как устанавливать Azure Stack. А я напомню, что в предыдущем видео, посвященном Azure Stack, я рассказывал, как подготовить виртуальную машину для того, чтобы запустить Azure Stack именно в виртуальной машине, хотя он сам по себе является набором виртуальных машин. Так что смотрите, кто не видел, напоминаю, что здесь вот вверху, в всплывающих аннотациях, есть линки, также внизу в описании к видео есть линки на предыдущие видео, на видео, посвященные Azure, на видео, посвященные Windows серверу. Так что смотрите. Ну и опять же, мы подготовили в прошлом видео виртуальную машину, подготовку, которая следовала исходя из того, что называется документация по установке Azure Stack. Вот здесь вот можно... Опс, нет, не там. Еще раз пройдемся по кругу. Вот здесь вот можно найти, каким образом установить Azure Stack. Соответственно, мы фактически проделали все операции до данной. Единственное, что мы сделали, мы сделали загрузочный VHDX диск, но смонтировали его не как загрузочный диск физической машины, а как виртуальную машину, добавив ей возможности внутри себя запускать другие виртуальные машины. Кроме того, я там уже говорил и еще раз напомню, что если вы пользуетесь тем, что называется Azure Stack на компьютере, у которого меньше 64 гигабайт, будь то это физическая машина, будь то это виртуальная машина, вот в этом вот файлике, который называется Microsoft Azure Stack POC, внутри него присутствует набор, каталог Installer, где в каталоге Deployment присутствует набор скриптов, и один из этих скриптов у нас заканчивается на PreCheck. Если вы отредактируете здесь файлик с параметрами, которые позволяют вам проверить работоспособность машины, физической машины или виртуальной машины, неважно, перед тем, как запустить Azure Stack, то, соответственно, вот как вы видите, тут чек-рам есть, 64 гигабайта вы можете поменять до 32 гигабайт, то есть Azure Stack может работать в принципе и на машине с 32 гигабайтами, будь то физическая машина, или вы запускаете по предыдущему методу в виртуальной машине, то есть вы монтируете этот файлик в виде диска, правите соответствующий скрипт, после чего можете скопировать соответствующий файл внутрь VHDX файлика виртуальной машины. Ну и далее остается, собственно говоря, выполнение действий, которые касаются вот здесь, вот, да, reboot, тут написано физической машины, мы сейчас перезагрузимся в виртуальную машину, то есть никаких проблем, запускаем, что произойдет в момент запуска такой вот виртуальной машины, или физической машины, правильно, стартует обыкновенный мастер начальной установки Windows, где вам нужно будет ввести пароль на, как бы, физический или псевдо-физический хост, на котором будет работать Azure Stack, и, соответственно, дальше запустить утилиту установки Azure Stack. Ну вот, в данном случае у меня виртуальная машина запускается, и, соответственно, сейчас она начнет обнаруживать оборудование, после чего еще раз перезапустится, и после чего покажет сам мастер. Далее, вот, я хотел бы, пока она работает, показать одну вещь, которая достаточно важная для дальнейшей установки. Azure Stack устанавливается при помощи скрипта. Этот скрипт выполняет там 124 операции, среди которых это создание виртуальных машин, среди которых копирование там различных файликов внутрь этих виртуальных машин и тому подобное. Поэтому, как бы, желательно не трогать виртуальную машину или физический хост в процессе развертывания самого Azure Stack. Но как-то следить за этим надо, поэтому, если мы имеем дело с физической машиной, я бы рекомендовал пользоваться тем, что называется ресурс-монитор на физической машине, где работает виртуалка. И вот мы видим, насколько в настоящий момент активны или неактивны операции самого Azure Stack. Ну, в данном случае, как вы видите, 20 мегабайт в секунду идет скорость чтения записи. Так что, явно, процесс идет, процесс работает. И если вам даже будет казаться, что у вас что-то залипло, если мы имеем дело с виртуальной машиной Azure Stack, то запустите на физическом хосте, где крутится виртуальная машина, соответствующие утилиты, и себе спокойненько наблюдайте. Вот мои диски, 4 диска дополнительных, которые предназначены для работы Azure Stack. Вот они тоже тут, как вы видите, инициализированы. Система их читает и так далее. То есть, все идет хорошо. Если это физическая машина, на которой вы устанавливаете Azure Stack, и вы хотите посмотреть, что происходит, опять же, напоминаю, запустите такой вот ресурс-монитор на физической машине, где вы запустили скрипт PowerShell по установке. И будет вам, как говорится, счастье. Ну, а вот здесь вот мастер установки, как вы видите, уже запустился. Мы принимаем по умолчанию. Единственное, обратите внимание, он просит серийный номер. Серийный номер найти очень легко и просто. Вы просто пишите в поиске Azure Stack Forum. Azure Stack Forum. Вот он, MSDN-овский форум. И в MSDN-овском форуме присутствуют вот тут вот Azure Stack, известные проблемы и способы их обхода, и так далее, и тому подобное. А внизу, в самом низу этой статьи есть, вот, где я могу взять ProductKate, когда грузится в HD. Здесь есть линк, и он нас отправит, соответственно, на статью Microsoft-овского TechNet, где мы можем выполнить копипаст. Да, елки-шпалки. Обыкновенный копипаст. Что ж, чтоб ты так жил. И вставить его внутрь виртуальной машины. Все. Серийный номер у нас есть. Accept. Набираем. Набираем пароль. Это пароль к доступу к физическому или псевдо-физическому хосту, на котором будет крутиться в виртуалке Azure Stack. У Azure Stack в своих виртуалках, да, внутри будет своя Active Directory и свои учетные записи, так что эти пароли не обязательно могут совпадать. Но, в любом случае, не забудьте этот пароль, поскольку это пароль для физического доступа. Выполняем финиш и ждем, пока система закончит работу. Вот она уже и закончила. А дальше, после логина, мы, собственно говоря, начнем подготовку к установке и запуск Azure Stack скрипта для установки Azure Stack. Эти шаги описаны, собственно говоря, вот отсюда, то есть от десятого шага мы дальше сейчас пойдем выполнять все необходимые операции. Продолжаем настраивать нашу виртуальную машину или физическую машину, на которой мы будем устанавливать Azure Stack. Второе требование для установки Azure Stack, которое, собственно говоря, является вот тем вот краеугольным камнем, почему многие не ставят его на физические машины и стараются как-то запустить в виртуалках, это наличие четырех физических дисков, которые будут полностью отформатированы и использованы Azure Stack под свое хранилище. Не менее четырех дисков по 250 гигабайт. В виртуальной машине эти диски есть. И, соответственно, как указано в документации, по установке они должны быть в онлайне и подготовлены к установке. Собственно говоря, это я сейчас и сделаю. Вот мы видим четыре тех самых диска, которые у меня как виртуальные диски подключены к виртуальной машине. И, соответственно, я выполняю простую операцию в приведение их в состояние онлайн. Они не инициализированы и следующим шагом я, собственно говоря, инициализирую все четыре диска под GPT, которые система, опять же, будет использовать. Все. С подготовкой диска мы выполнили. Вот здесь вы видите, что они должны быть в онлайне. Они должны быть без каких-либо разделов и тому подобное. Кроме того, как вы видите, по требованиям система не должна быть в домене и должна видеть сетку в Azure.com. Ну, понятно, если интернет есть, она будет видеть. Если у вас с фаерволами какие-то проблемы, то, конечно же, стоит с ними побороться. Но! Есть еще один важный нюанс, который касается работы системы. Для работы с Azure Stack требуется соединение с Azure Active Directory, где Azure Stack ваш, да, хранит учетные записи, производит аутентификацию и тому подобное. Для того, чтобы выполнить аутентификацию в Azure Active Directory, он использует интернет-эксплорер, понятно, механизмы интернет-эксплорера и, соответственно, все его настройки. Но по умолчанию, как вы знаете, в серверах Microsoft настройки весьма и весьма золоченные, да, поэтому не забудьте сделать две вещи. Первая вещь, вы заходите в локальные настройки сервера и говорите, что enhanced security configuration для интернет-эксплорера выключено. Это раз. А во-вторых, запустив сам интернет-эксплорер, из командной строки не путать с тем, что называется Microsoft Edge, используется именно интернет-эксплорер. Вот мы запускаем, мы видим, что security configuration выключено, но здесь еще на уровне настроек отключены куки, то есть вам система в настройках privacy будет показывать, что они accepted, но вы должны сделать вот примерно так, переключить, включить, выключить, включить, после чего нажать ok и эти настройки будут соответственно приняты интернет-эксплорером, теперь уже и куки будут работать. То есть это вторая часть марлезонского балета по настройке. Ну, а для того, чтобы, например, быстрее работало весь процесс установки, я, например, еще выключаю real-time protection, чтобы оно не дергалось по каждому поводу. Соответственно, все, что требуется у нас сейчас включено, работает, может система продолжать установку. Единственное, какую установку будет выполнять система, обратите внимание, у powershell скрипта вот здесь вот в описании есть куча параметров, которые вы можете использовать. Вот эти вот параметры все подробнее описаны в предыдущей, так сказать, главе. Вот здесь вот, что вам нужно. По большому счету, из параметров вы можете выбрать, какой, например, VLAN у вас будет использоваться, если ваш Azure Stack подключен не просто к сети, а эта сеть еще разделена на VLAN. Если, соответственно, у вас система использует или наоборот не использует DHCP, соответственно, вы можете указать, чтобы Azure Stack поднял свое DHCP. Если для выхода во внешний мир используется, например, какой-то прокси-сервер, вы также можете указать параметры прокси-сервера. Все это будут, опять же, параметры скрипта, которые вы должны запустить для установки Azure Stack. По большому счету, если вы это делаете на тестовой машинке в какой-то общей сети, вам никто не мешает просто запустить Azure Stack PowerShell с ключом в Verbose и все пойдет как надо. Ну и тут описание, что не подключаете Azure Stack к сетям 192.168.200, 192.168.100, поскольку он и 133, поскольку он использует эти сети для своей работы внутри своих виртуальных машин, так что, чтобы они там не запутались и не потерялись. И остается только выполнить команду подключения запуска скрипта, он сам подключится, попросит параметры к Azure Active Directory, сам разметит диски и сам начнет работу. Что мы сейчас и сделаем для того, чтобы все это дело заработало. Еще раз напоминаю, вам необходимо что-то он у нас потерялся. да, похоже, эксплорер самого Windows сервера залип, но подождем, пока отлипнет. Что же, давайте запустим скрипт. Итак, скрипт у нас находится в папочке, которую мы, собственно говоря, скопировали тогда в HDX, это Microsoft Azure Stack POC, а вот он Deploy Azure Stack. Еще раз напомню, что здесь находится также HDX файлик Microsoft Azure Stack POC, или POC, где в папочке Azure Stack в папочке POC Deployment присутствует тот же скрипт PreCheck, который позволяет вам регулировать параметры, которые попросит система, а POC Fabric Installer присутствует также XML-овский файл, который, вот он, POC Fabric Setting, который позволяет вам регулировать параметры развертываемых виртуальных машин, то есть, если у вас памяти мало, то вы сможете уменьшить запросы, скажем так, системы, вот, как вы видите, для того, чтобы развертывать те или иные виртуальные машины с их объемом памяти и тому подобное. Так что, посмотрите, вдруг, кому надо будет поконфигурировать систему, не забывайте, если вы что-то поменяли, джекнуть тот диск, о котором я говорю. Ну, и теперь запускаем Command Prompt, из него запускаем PowerShell, я возьму ESE, мне он больше нравится, он красивее, он будет показывать окошки красивые с запросами, вот наш PowerShell ESE, переходим в папочку Microsoft, сейчас он выполнит предыдущий скрипт, Microsoft Azure Stack POSI, который находится в корне, и теперь запускаем Deploy Azure Stack с ключиком, вот тут весь параметр ключей, мы запускаем Verbose, и все. сейчас система смонтирует наш VHDX файл, тот самый, который я правил, и начнет запускать все необходимые параметры, как вы видите, все пошло, процесс пошел, вот он запрашивает параметр для встроенного, пароль для встроенного администратора, который будет уже использоваться внутри Azure Stack, в его виртуальных машинах, так что он может отличаться от того пароля, который вы используете на физической или на виртуальной машине, на которой устанавливается POSI Azure Stack, ну и второй запрос, вот он, он запрашивает соединение с Azure Active Directory, которое есть у вас, если у вас его нет, но вы хотите попробовать, заведите бесплатный аккаунт в Azure Active Directory, и, собственно говоря, создайте там Active Directory для работы, у меня здесь такой вот параметр, и именно для этого мы провели настройки Microsoft Internet Explorer, чтобы он нормально прошел, чтобы он не спрашивал на каждый чих, а действительно вы хотите передать параметры этой системе и так далее, так что не забудьте, еще раз хочу сказать, настроить правильно Internet Explorer, его параметры безопасности, вот он сейчас подключается к Azure Active Directory, показывает список тех Active Directory, которые у меня есть, я воспользуюсь первым Active Directory по умолчанию, да, хочу, и сейчас он создаст там необходимые учетные записи для работы Azure Active Directory, Azure Stack внутри Azure Active Directory, не пугайтесь, и не надо их удалять, ну, можете удалить старые, если вы Azure Stack какой-то снесли, процесс, как вы видите, вот пошел, и система спрашивает, мы готовы к деплойменту Azure Stack POC, Proof of Concept, согласны вы, хотите продолжить? Да, хочу. И теперь сейчас пойдет уже, собственно говоря, установка Azure Active Directory, ой, Azure Stack, извиняюсь, все необходимые операции будут сделаны на этом физическом хосте, как я уже говорил, вот вы видите, 124 операции будет выполнено, вот здесь вы их видите, первые 8, или сколько там, это настройка физического хоста, сейчас на физический хост будут установлены роли хипервизора, будет он правильно сконфигурирован, после чего на физическом же хосте будет развернута виртуальная машина Active Directory, которая используется уже Azure Stack, она будет потом, вернее, физический хост будет сконфигурирован как хост часть кластера, соответственно, там вот эти 4 диска будут сконфигурированы как диски кластера, соответственно, виртуальная машина с Azure Active Directory будет пересена на кластер, там же будут развернуты другие виртуальные машины, вот в этих 4 дисках, как единое хранилище, и, соответственно, процесс, так сказать, пойдет, поэтому физическая машина или виртуальная машина, в которую вы устанавливаете Azure Stack будет перегружаться несколько раз, так что не пугайтесь, ждите, все будет хорошо, не забывайте время от времени поглядывать и убеждаться в том, что она работает, ну и плюс, не, 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 и плюс, соответственно, как я уже говорил, для того, чтобы понять, все ли хорошо или плохо с вашей установкой, заглядывайте, если это виртуальные машины, на физическом хосте заглядывайте, идет процесс или не идет, как вы видите, сейчас процесс идет активно, вот мы видим, как он бутовский файлик дергает, если же это виртуальный физический хост, то прямо на хосте запустите, опять же, Task Manager, из него запустите ресурс, монитор и следите за тем, что делает уже ресурс монитор, можно, в принципе, их два и держать, первый вам будет показывать, как это отображается на физических дисках, в виртуальной машине, он будет показывать, что вообще происходит, кто там что пишет, читает, как вы видите, в настоящий момент скорость чтения в 95 мегабайт, он копирует вот этот вот файлик Windows 2016 Data Center, как еще одну виртуальную машину, вот он, видите, CVM, она будет Active Directory, потом он ее перенесет, так что не пугайтесь, ну, в общем, процесс пошел, не трогаем, ждем и наслаждаемся, процесс будет достаточно длительным, длительным и долгим, ну, это все зависит, опять же, от, если это виртуальная машина, вот, пошла перезагрузка, если это виртуальная машина, то, соответственно, процесс будет занимать, может быть, несколько часов, все зависит от производительности тех ваших виртуальных дисков, которые вы добавили к виртуалке в виде четырех чистых дисков, то есть, чем, скажем так, быстрее диски, тем лучше, ну, лучше всего, конечно, это делать на либо SSD-шках, либо на очень быстрых HDD-шках, которые там собраны в какие-то рейды, если это физическая машина, только непосредственно, опять же, от физических дисков, напоминаю, что физически при установке Azure Stack-а необходимо, чтобы эти четыре диски виделись напрямую. Вот это идет установка Hyper-V внутрь физического хоста или виртуальной машины, на которой будет крутиться Azure Stack. Сейчас он несколько раз перезагрузится, мы введем пароль и оно продолжит работу дальше. Я уже включусь, когда оно там будет заканчивать, примерно заканчивать установку Azure Stack-а. И сейчас у нас почти 12 часов дня, ну, соответственно, часа через два можно будет вернуться. Итак, не прошло и двух с половиной часов, пусть вас не смущает время на здесь, на часах, я ездил еще по делам, просто не успел записать, да, примерно через два с половиной часа, то есть к 14.30 система установилась, как вы видите, Microsoft Azure Stack successfully deployed, и мы можем использовать его, для того, чтобы все заработало, здесь вот у вас написано выполните дабл-клик на клиент VMRDP и после этого можете пользоваться системой, там, посмотрите QuickStart и тому подобное. Не будем пока закрывать, я просто хотел показать другую немного вещь, как я уже говорил, Azure Stack является коллекция виртуальных машин, которая обеспечивает вам необходимость, так сказать, необходимые сервисы для работы того облака, которое предоставляется Azure и в данном случае локально Azure Stack чтобы посмотреть, что все хорошо, можно запустить тот самый Hyper-V Manager вот он наш Hyper-V Manager ну вот так всегда ладненько пойдем другим путем мы пойдем через Server Manager и здесь в тулах найдем наш Hyper-V Manager неважно виртуально ли это у вас машина с Azure Stack или физическая если виртуальная то вы уже правильно настроили все параметры и вы сможете увидеть энное количество виртуальных машин которые собственно говоря и представляют из себя Azure Stack в данном случае вот оно Azure Active Directory вот клиентская машина с которой вы будете работать для подключения и управления вот SQL Server вот портал собственно говоря движок вебовский вот Azure Consistent Storage который обеспечивает хранилище и тому подобное для того чтобы все было хорошо вы должны убедиться что все виртуальные машины работают и работают правильно ну вот в данном случае они работают и работают правильно кроме того вы должны убедиться что система правильно воспользовалась вашим дисковым пространством вот те как я уже говорил 4 диска собрались в единый как вы видите пул вот он и вы с ним работаете и этот пул еще имеет свободного 91% места соответственно из 1.2 гигабайта 1.07 гигабайта сейчас доступно для работы то есть все нормально ну и после этого мы собственно говоря и выполняем подключение к Azure Stack через виртуальную машину клиентскую здесь вот иконка клиент WM как и говорилось используем пароль который вы придумали для подключения для Azure Stack сейчас происходит следующее вы к самому себе к Azure Stack подключаетесь и далее можете работать вот она идет соединение тот самый Azure Stack User и здесь сейчас у нас на десктопе будет две иконки одна из которых это собственно говоря подключение к веб-сайту Azure Stack вашего локального порталу и вторая иконка линк на документацию про сам Azure Stack я расскажу в следующем видео что где и как как работать как заставить его работать именно так как вам нужно что предоставляет какие возможности итак вот он Azure Stack POC портал и вот QuickStart нас интересует POC портал чтобы убедиться что система заработала правильно происходит подключение ждем ждем физическая машина на которой работает виртуальная машина Azure Stack а вот пошли диски на работу диски на которых расположены те виртуальные четыре диска Azure Stack все вроде работает бегает и дальше обратите внимание то о чем я говорил вам требуется учетная запись администратора которая у вас в Azure Active Directory находящиеся там про них про учетные записи я расскажу чуть подробнее далее а сейчас мы просто используем администратора моего Azure Active Directory учетная запись она же становится и учетной записью административной для Azure Stack поскольку вся аутентификация выполняется вот именно там пароль не будем запоминать и если мы увидим морду лица Azure Stack с предложением там создать подписки и тому подобное значит у нас все хорошо и значит Azure Stack работает сейчас как я уже говорил виртуальные машины будут напрягаться все сильнее и сильнее ну а производительность ваших Azure Stack виртуальных машин напрямую зависит от физического сервера на который они расположены и самое важное от производительности тех четырех дисков на которых находится стэк вот этот вот данных Azure Stack поэтому выбирая где бы их разместить если это виртуально видите портал уже разжился до 575 из 7 гигабайт поэтому выбирая физические диски для физического развертывания Azure Stack выбирайте такие которые были бы побыстрее лучше всего SSD а если вы делаете Azure Stack виртуальной машине и размещаете виртуальные диски которые будут для 4 для виртуальной машины Azure Stack опять же пробуйте их расположить либо на самых быстрых дисках либо же на опять же SSD ну и вот мы видим что Azure Stack работает соответственно у нас все хорошо у нас есть все необходимые параметры которые мы можем настроить про эти параметры я буду рассказывать далее в следующих видео и про сам Azure Stack как его применять зачем он нужен и собственно говоря про дальнейшую настройку планирую еще 3-4 видео как получится надеюсь вы поняли что ничего страшного проблематичного нет еще хотел бы сказать если вы устанавливаете Azure Stack и по какой-то причине происходит обвал попробуйте разобраться в причине обычно пишется что произошло и после устранения если это возможно перезапускаете депскрипт деплой Azure Stack и он начинает с того места с которого он обвалился так что вполне возможно продолжить установку если же ни под каким поводом не получается никакими возможностями продолжить установку в этом случае бог вам в помощь используйте командочку diskpart и в ней командочку клиент для очистки ваших физических дисков или виртуальных дисков вот этих четырех подсовывайте заново в HDX файлик подготовленный к виртуалочке и перезапускаете и будет вам счастье ну а на этой хорошей ноте я буду прощаться еще раз напоминаю что вот тут вот вверху всплывающих аннотациях есть линки на другие видео посвященные Azure Stack посвященную Windows сервера 2016 чего там новенького и такое же есть в описании к видео также смотрите следующие видео чтобы не пропустить подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь с друзьями понравившимися видео я думаю многим будет это полезно не забывайте что у меня на канале кроме технических видео есть и такие более популярные видео посвященные различным гаджетам а также путевым заметкам хобби моим и тому подобное так что будет я думаю вам полезно посещение моего канала ну и всем удачи счастливо пока с вами был я Игорь Шаститко увидимся еще в других видео а не только в видео посвященных Azure Stack декор